Спасибо за поздравление. Очень приятно, конечно, слышать такие слова от нашего лидера. Елена, спасибо большое за поздравление, спасибо вам всем за ваши люди, очень приятно, конечно же, слышать поздравление. Когда, конечно же, труд был огромный, но все равно приятно, когда тебя поздравляют. На обычной работе, конечно, дождаться, наверное, очень сложно. Хочу представить, может быть, меня, конечно, еще не все знают. Меня зовут Надежда Крузникова. Я сейчас нахожусь в депретном отпуске. Это уже мой второй депретный отпуск. Перед тем, что я познакомилась с вами, была в первом депретном отпуске. Меня пригласили Марины Демогородниковой. Мы очень давно с ними знакомы. И, конечно же, когда я их как-то встретила, просто пообщались. И они мне сказали, что Марина говорит, что она директора «Депретный». Для меня было вообще непонятно, как можно быть каким-то директором, когда же там в скопологии работают. Я говорила, что я тоже хочу быть директором. Конечно же, я пришла, попробовала работать. Но, находясь в депретном отпуске, работая офлайн, проводя мастер-классы, используя другие методы работы, конечно, очень сложно найти столько свободного времени с маленьким ребенком. Особенно, когда муж работает. И, на самом деле, очень было для меня проблематично испытать это время для работы. Конечно, потом я создалась в другой депретный отпуск. И, естественно, я перестала строить бизнес. Я просто пользовалась продукцией для себя. И, скажем так, наслаждалась вторым депретным отпуском. Потом зимой запустился проект «Территория Рота». Да, новый онлайн-проект. И меня муж с моими пригласили в этот проект. Конечно же, мы рассмотрели это предложение как, скажем так, очень для нас подходящее. Потому что для онлайн-проекта, для работы в интернете можно найти время всегда. Можно работать в любое время, когда удобно. Не надо, скажем так, готовиться. Не надо ехать куда-то, тратить время на дорогу. Можно пообщаться с партнерами в стадии. Просто на стандартах переписываться. И для этого можно найти время всегда. Утром, в обед, вечером нам это очень подошло. И, конечно же, мы, можно сказать, все семьи сейчас в Алиплейн. Мой муж мне сейчас активно помогает. Он, конечно, больше отвечает за технические вопросы. Он больше, скажем так, с компьютером. Я больше общаюсь с партнерами, проводить собеседования и так далее. Поэтому, конечно же, поддержка мужа, она очень важна. И, скажем так, если ваш муж еще не в Алиплейн, да, и если он, скажем так, еще не готов к этому, не расстраивайтесь. Мой тоже муж два года не ходил в Алиплейн. Вот. Поэтому, да, в прошлой курсе я должен вспомнить, да, муж занимается у меня в основном работниками, да, и так далее. Поэтому, конечно же, мужчина немножечко позже видит деньги. Но сейчас он активно видит деньги, и он активно ему помогает. Несмотря на какие-то, может, не так что получается, но, тем не менее, мы видим цель, мы видим, что нам нужно. И, конечно же, те основные действия, которые я делаю, да, которые я делаю каждый день, вы все знаете эти основные действия, что нам нужно, да, для основных действий, для того, чтобы получать доход, да, для того, чтобы получать какой-то результат, это личный товарооборот, рекрустирование и обучение. Я начну, может, сюда нижнего, да, обучение, мы, обучение у нас дается. Спасибо нашим лидерам, да, нашим спонсорам, которые проводят для нас замечательные вебинары. Но если не хватает вебинаров, если что-то не получается, у нас есть каналы YouTube, где море информации, и просто я бываю, просто не знаю, как мне разорваться, чтобы посмотреть все, что интересует меня на данный момент. Не хватает у меня, конечно же, на это время, но я стараюсь смотреть что-то новое, что-то, скажем так, интересное, какие-то новые методы еще всегда. Рекрустирование – это, ну, простите, я даже спать не ложусь, пока мы не делаем хоть сколько-нибудь рассылок. Потому что, конечно, дети не всегда дают делать столько, сколько хотели бы, но минимум делаем всегда. Поэтому поставьте себе цель. Рекрустирование, оно должно быть всегда. Какое бы ни было у вас состояние температуры, не температура, дети не дают хоть немножечко, но нужно сделать рассылок, либо просто с теми другими методами рекрутируйте. Обязательно делайте. Это ваше движение. Не будет, скажем так, рекрутирования, не будет движения вперед. Поэтому всегда делайте. И, конечно же, хочу немножко сказать о наличном товарообороте, потому что, ну, как оказывается, для многих новичков это, скажем так, основная трудность в, ну, скажем так, продвижении. Получить доход, нужен личный товарооборот. Для меня личный товарооборот в последнее время стал вообще не проблемным. Я про нее даже не думаю, как тогда, когда я все-таки начала пользоваться продукцией и пользуются продукцией для моей семьи. Для женщин это я и моя свекровь. Я ее уговодила на это, она пользуется ей. Вот так. Да, у вас только для мужчин со 50-50%. Это замечательная возможность, когда что-то берем со 50-50%. Каждый каталог. Вы все знаете, что в среднем, например, в воде можно уже пользоваться этой кислой. Это тоже для мужчин. И, конечно же, витамины и омега-3 для детей. Витамины придет моя старшая дочка, омега-3 придет моей обе дочке. Моей младшей дочке полтора года. И я уже даю ей омега-3. Это моя личное решение. Конечно, омега-3 можно с 3 лет. У нас в Беларуси разрешено. Но если ее будет уже в 6 месяцев. Поэтому лично вам решать, давать вам омега-3 или нет. Но я, скажем так, не только не жалею, что даю. Потому что моя старшая дочка входит в детский сад. И принимается, что с детского сада можно принести всякие, скажем так, вирусные инфекции и так далее. И поэтому я защищаю таким образом свою младшую дочку от заболеваний. Ну и, конечно же, видите, что только пэком я зарабатываю каждый каталог, да, что очень слепала. Конечно же, добавляю техническую продукцию и то, что мне надо. И, в принципе, с каталога можно вообще никуда не ходить. Конечно, мои близкие знакомые знают, что я в Рифлею. И они иногда хотят что-то для себя заказать. Поэтому, скажем так, звонят мне и просят то водичку, туалетную, то еще что-нибудь. Поэтому, конечно же, лишние товара бороться у меня вообще не проблема. У меня время не ходить, работать с каталогом. Ну, я тратю время на другое. Ну, скажем так, наверное, многие медички скажут. Да, ей уже хорошо. Она, вот, ну, только меди набрала, вернее, уже набрала и списка есть, уже деньги, 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 что покупать, и на битре. А мы новички у нас, в принципе, еще нет. Знаете, я тоже была новичковой. Сначала 500 баллов для меня было. Ого-го, какая большая эта сумма. Ну, скажем так, лично для тебя мы каждый месяц берем баллов на 30, примерно. Да, вот каждый. Для тебя баллов на 30, примерно, для техники. Да. Если вы еще четверним подружкам, маме, все крови, тоже предложите, хотя бы на 30 баллов заказать, то вам нужно собрать. Вы из еще 4 человека. Все, ваши 150 баллов. Ничего сложного в этом нет. Но вы должны понимать, что лишний товар оборот – это ваш личный бизнес. Это ваша зарплата, и вы пользуетесь продукцию для того, чтобы ее сделать. Конечно же, как и у всех. У нас есть бизнес-трудники. Мне тоже отказывают. Мне тоже, скажем так, пишут в контакт, что мне это не интересно и так далее. И тоже бывает, что партнеры начинают работать и также что-то их отталкивают, потому что по холодной рынке с незнакомыми работать бывает тяжелее. А еще, конечно, бывает так, что дети, скажем так, мой график очень перрифтируют, потому что и зубы режутся, и настроение меня, и так далее. Но мы боремся с этими трудностями для того, чтобы вы любите свои цели. Потому что я хочу для своих детей только самого лучшего. Я хочу для детей качественной, качественной, качественной одежды. Я хочу им дать хорошее, качественное образование. И поэтому наша мотивация – это наши дети. И, конечно же, наша ближайшая цель – это золотой директор. Потому что, конечно же, директор – это, как я уже поняла, это идентичная цель. Поэтому хочу быть в ближайшее время голодным директором. Все знаете, вы этой лестнице успеха. И поэтому, скажем так, хочу им дозабраться как можно выше, но мы сможем поставить дистанцию. Ближайшая цель – голодный директор, а чуть-чуть подальше – это бриллиантовый директор. Да, мы учимся у наших лестеров, поэтому нам интересна именно эта стихиночка – бриллиантовый директора. И, конечно же, хотелось бы вам в конце сказать такую интересную фразу, которая мне понравилась. Учитесь, пока остальные сядут. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют. И мечтайте, пока остальные только желают. Только ваши мечты вас приведут к цели, соответственно, и к результату. Сделайте шаг, и дорога появится сама собой. То есть вы только начните думать о вашей мечте, направлении вас успех, и делайте какие-то шаги, и у вас появятся возможности, у вас появится, скажем так, результат обязательно. Я желаю вам всем роста, чтобы этот каталог для вас был наиболее удачным, потому что сейчас очень хороший аппарат для, скажем так, для роста, для развития. И, конечно же, я думаю, что наш бизнес, да, бизнес-прорыв, который появляется в сайте, лучший сайт нам в этом поможет. Спасибо. Всем спасибо моей команде за поддержку и за активную работу. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok